друзья всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов как вы знаете по случаю рождества сегодня крайне низколиквидная торговая сессия многие инструменты вовсе не котируются такие как золото индексы разные региональные wti индекс доллара за которым мы следим по остальным активам а сессия будет укорочена и я в принципе даже долго думал стоит ли сегодня и вовсе записывать брифинг но все-таки решил потому что вчера был опубликован довольно важный блок значимой макроэкономической статистики как мы в принципе ожидали по американской экономике и сегодня было бы правильно наверное и разобрать чтобы вы были подготовлены к уже торгам следующей недели потому что следующая неделя это тоже период низколиквидных торгов тонкого рынка перед новым годом и движение там ожидается друзья также значительные я не думаю что мы можем назвать волатильность по ряду активов в последние дни как подтверждение состоявшегося пред рождественского ралли как правило ралли мы называем только те движения которые там укладываются в несколько процентов по рынку форекс это движение в несколько сотен пунктов целом по рынку форекс таких мощных импульсных движений тенденции восходящих нисходящих мы не видели ну разве что исключение британская валюта которая удивила многих с каждым днем как мы ее анализировали в рамках этой неделе следили за явным ухудшением новостного фона и на этом британская валюта обновляла локальные максимумы но показатели отдельного инструмента это точно не база для того чтобы мы говорили о состоявшемся рождественском ралли поэтому я еще полон надежд друзья чтобы дождаться мощных движений на следующей неделе и рассчитываю что вы поддержите не только меня но и наверное тоже будете визуализировать ожидая мощные движения в рамках оставшегося крайне непродолжительного периода уходящего года ну что ж давайте тогда посмотрим на за статистикой и принципе за теми движениями которые были накануне как я уже отметил индекс доллара не котируется но мы остались зажаты в диапазоне который я по данному инструменту сейчас соответствует нижней границе зоны проторговки 96 пунктов и я почти не сомневаюсь то что ниже мы не пройдем а вот восходящее движение это вопрос вообще ближайших торговых на сессии по статистике в среду мы с вами анализировали данные по темпам экономического роста американской экономики за третий квартал рост был значительным учитывая то что это была последняя оценка за третий квартал и каких-либо корректив не ожидалось но по факту цифра превзошла ожидание 2 и 3 процента роста со 2 1 вчера заказа на товар длительного пользования роста на два с половиной процента ноябрьские данные с очень сильно разница показатель с тем что было два месяца назад когда был зафиксирован рост всего лишь на 0,1 процента то есть фактически в 25 раз лучше статистика в прошлом месяце первичные заявки на пособие по безработице 200 тысяч держимся мы в зоне буквально плюс минус 10 тысяч около двухсот тысяч и это действительно отчет который соответствует в принципе уровнем даже 19 года и позволяет говорить о прогрессе на американском рынке труда личные доходы выросли на 0,4 процента личные расходы выросли на 0,6 процента мичиганский индекс доверия потребителей тоже рост до 76-74 за день до этого был отчет тоже настроение потребителей но по другой оценке конференс борта там тоже был зафиксирован прогресс главный вывод который стоит сделать из этих макроэкономических отчетов у фрс есть очень серьезный фундамент чтобы принимать решение которое нам было обещано по ужесточению монетарной политики это сокращение программы количественного смягчения и последующему повышению процентной ставки в комментариях у меня спрашивали почему фрс не может повысить ставку до того как завершить программу количественного смягчения на самом деле очень резон неправильный вопрос есть региональные прецеденты страновые где такого рода перестановки имели место быть но в отношении фрс учитывая насколько сейчас сильно раздут баланса федеральной озерной системы насколько низкие процентные ставки я бы сравнил повышение ставок до сокращения программы количественного смягчения как с одновременным нажатием на педаль газа и тормоза это ни к чему бы не привело поэтому мы сначала должны дождаться сокращения программы количественного смягчения и потом уже ориентироваться на повышение процентной ставки но это все разговоры об ужесточении монетарной политики поэтому доллара открыты все двери для того чтобы развить мощную восходящую динамику и позволить нам на этом заработать золото мы вовремя купили закрытие торговой сессии выше тех уровней с которых мы его покупали накануне думаю что рост будет продолжен и дальше опять же только потому что золото сейчас больше интересно трейдерам как потенциальный инструмент хэдж рисков связанных с распространением омикрон вируса и пока эта тенденция пока такой подход к анализу его на будущих перспектив действует пока у нас кайман сигнализирует о том что большинство золото шортит хорошие возможности золото купить биткойн подарок для на рождество скажем так для крипто энтузиастов потому что биткойн последнюю торговую сессию до рождества завершил выше пятидесяти тысяч но опять же ни в коем случае не попадайтесь вот в эту ловушку для покупателей потому что фундаментальных он не изменился и на мой взгляд а сейчас опрометчиво рассчитывать на то что вот так вот биткойн пойдет на обновление новых локальных максимумов мы не сделали еще ту цель которую ранее обозначили это снижение в район 40 тысяч и даже 30 как многие считают и кстати говоря друзья мы на нашем сайте a market уже опубликовали квартальные прогнозы на 1 квартал 2022 года там отдельным блоком идет описание перспектив анализ движения биткойна кому интересен рынок криптовалюта можете перейти в на наш сайт в разделе клиентам аналитика ежеквартальные аналитические обзоры и жду ваших комментариев по поводу того согла согласны ли вы с ожиданиями относительно того что инструменты достигнут тех целей которые обозначили либо нет в общем это будет мне полезен что касается других активов все без изменений европейская валюта 1 1332 мы ждем евро ниже из последних сообщений италия которая ранее уже вела жесткие ограничения следом ждем германию которая в принципе анонсировала что эти ограничения могут вступить в силу уже на следующей неделе из-за роста числа заболевших мальта также пошла на новые ограничительные меры из-за роста числа на заболевших британская валюта 1 34 здесь наверное комментарии излишне движение которое мы сейчас видим совершенно не соотносится с фундаментальным фоном поэтому я все-таки рассчитываю на то что здравомыслие восторжествует и скорее всего уже на следующей неделе особенно если за субботу воскресенье мы с вами поймем что в англии обновляются рекордные показатели просто числу заболевших поэтому целом ставка на шорт она по-прежнему в приоритете и что касается рынка нефти 76 16 только после того как бренд закрепится выше 76 50 будем думать стоит ли нам отказаться от коротких позиций пока что нет учитывая что новые ковидные ограничения это серьезный риск для показателей спроса жду друзья оценки спроса и предложения на следующей неделе то что участники рынка уже не смогут объяснять активности либо поведение финансовых инструментов закрытием позиции отдельных хедж-фондов выхода из рынка крупных игроков фиксации сделка а будут руководствоваться новостными посылами и фундаментом которые пока что указывают на то что снижаться еще долгий период времени всему что имеет отношение к риску ну и соответственно расти курсу американского доллара этом собственно все спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели всем пока